Привет. В этом уроке мы поговорим о том, как именно светочные нейросети применяются в задаче классификации изображений. В прошлом видео мы уже познакомились с моделью черно-белого и цветного изображений. Мы также обсудили постановку задачи классификации, а именно по входной картинке нужно предсказать, какой один конкретный класс, например рукописная цифра, на ней изображен. Эту задачу и будем решать. Будем распознавать рукописные цифры. Пусть пока что на черно-белых изображениях. План такой. Картинка будет проходить через светочные и пулинг слои, а потом попадать в полносвязные слои классификации, которые и будут предсказывать ответ. Итак, возьмем простую светочную нейросеть. Она показана на экране. Условно, все светочные сети состоят из двух частей. Блока извлечения признаков и блока классификатора. В блоке извлечения признаков или фичер-экстракторы по-английски есть два типа слоев. Сверточные слои и пулинг слои. При прохождении через каждый слой блока извлечения признаков входная матрица пикселей, размер 28-28 в данном случае, преобразуется в матрицы некоторого другого размера. При прохождении через сверточный слой к входной матрице применяется операция свертки. Ничего сложного в ней на самом деле нет. По сути, это просто последовательное умножение некоторой матрицы из чисел на разные части картинки с последующим сложением того, что получилось. Вы наверняка заметили, что сама по себе свертка это линейная операция. Это и правда так. Интуитивно операцию свертки можно представить себе как перевод изображения в некоторое другое пространство признаков. Например, в пространство, где важен не цвет изображения, а направление вертикальных линий или круги, нарисованные на картинке. Вы спросите, а почему мы вообще хотим переводить входную картинку в некие другие пространства с помощью сверток? Почему просто не использовать обычные полносвязные слои, линейные модели машинного обучения и деревья? Дело в том, что изображения сами по себе очень сложные объекты с математической точки зрения. Компьютеру действительно сложно распознавать изображение, потому что от него требуется по сути понимать смысл того, что изображено лишь по числовым значениям в пикселях. Подумайте сами. Та же рукописная цифра может быть написана по-разному. Более наклоненная в одну сторону или в другую, а может ручка другого цвета или бумага или писал другой человек, а значит и стиль написания уже будет другой. На изображениях может быть разное освещение и условия фона. Объекты банально могут располагаться в разных частях картинки и быть разного размера. Чтобы справиться хотя бы с частью этих проблем и превратить картинки в более простые, но информативные матрицы, мы и хотим перевести картинку в как можно большее количество таких вот пространств-признаков. Поэтому в одном сверточном слое обычно не одна матрица свертки, а несколько. Например, 64 разных матриц. Их называют фильтрами свертки. Фильтры свертки в одном слое все имеют одинаковые размеры, то есть высоту и ширину, но разные числа внутри. При свертке входной картинки с каждым таким фильтром мы получаем одну матрицу, как мы уже говорили, в новом пространстве признаков. Весь получившийся после сверточного слоя набор матриц называют картой признаков, по-английски feature map. Это логично, ведь мы собрали несколько матриц-признаков в один тензор и получили некую карту изображения. После свертки к карте признаков применяется функция активации, например, relu, прямо как в обычных полносвязных нейросетях, речь о которых уже шла в предыдущем блоке. Таким образом, мы свернули входную матрицу изображения и применили к этому функцию активации. Далее получившаяся матрица проходит через слой пулинга. При прохождении через пулинг слой происходит еще более понятная вещь. Размеры матрицы просто уменьшаются по ширине и высоте. Например, поступила матрица 28 на 28. Пулинг слой принимает ее на вход и возвращает матрицу 14 на 14, то есть в два раза меньшую. Пулинг можно делать по-разному. Например, можно делить входную матрицу на регионы по 4 числа и оставлять в каждом таком регионе только максимальное число. Так мы оставим наиболее значимые признаки и одновременно с этим уменьшим размеры матрицы в два раза. Такой пулинг называется max-пулинг, потому что берем максимальное число. А можно вместо максимума в регионе считать средние чисел. Это будет уже average-пулинг. Смысл этого слоя как раз в том, чтобы в вычислении сверточной нейронной сети было умеренное количество. Опытным путем было установлено, что можно сохранять лишь примерно половину от матрицы, которые получаются после сверточных слоев, и качество при этом не будет значительно падать. Больше узнать о том, как устроены операции свертки и пулинга, можно в ноутбуках в дополнительных материалах урока. Итак, входное изображение прошло через сверточные и пулинг слои блока извлечения признаков. Далее входная карта признаков, получившаяся после нескольких сверточных и пулинг слоев, поступает на вход в блоку классификации. Блок классификации есть не что иное, как просто набор полносвязных слоев, идущих друг за другом. Идея в том, что после блока извлечения признаков всю нужную информацию об изображении мы уже получили, ну то есть извлекли все нужные признаки. Теперь пора их взвесить и выдать предсказания. Этим полносвязные слои и занимаются. Более детально. Перед подачей на первый полносвязный слой, карта признаков в виде нескольких матриц буквально разворачивается в один длинный числовой вектор. И уже этот вектор взвешивается нейронами первого полносвязного слоя. Далее применяется функция активации, и его выход поступает на вход второму полносвязному слою и так далее. В конце блока классификации количество нейронов всегда равно количеству классов, которые мы предсказываем. В нашей задаче распознавание рукописных цифр это 10 нейронов. Каждый нейрон предсказывает свою цифру. Таким образом, forward pass или прямой проход через нейросеть осуществляется именно так. Картинка проходит через извлечение признаков с помощью сверток и пулингов, и в конце карта признаков изображения подается на полносвязные слои классификации. Вы спросите, как подобную нейросеть можно обучать? Ответ прост. Так же, как и многослойный перцептрон из прошлого блока курса. Напомню, что там использовался алгоритм обратного распространения ошибки. Здесь используется тот же алгоритм и для полносвязных слоев, и для свертничных слоев. У слоев пулинга параметров нет, поэтому их обучать не нужно. Итак, в этом уроке мы поговорили о том, как устроены простые сверточные нейронные сети, что такое операция свертки и операция пулинга. Мы обсудили прямой проход через нейросеть через сверточные пулинг-слои, познакомились с термином карта признаков и узнали, что обучаются сверточные нейронные сети с помощью того же алгоритма обратного распространения ошибки. На следующем занятии речь пойдет об одном из самых крупных датасетов цветных картинок для задачи классификации, о современных архитектурах нейросетей и о том, как можно понять, что происходит внутри сверточных сетей. Также мы обсудим важную технику переноса обучения, или transfer learning. Редактор субтитров А.Семкин